Всем привет, друзья! Сегодня, как вы уже догадались из названия выпуска, мы будем разбирать с вами политиков немецких. И первым политиком у нас станет один из самых некомпетентных представителей партии «Зеленых» Роберт Наш Золотой Хаббик. Совсем буквально недавно стало известно о том, что его министерство, все вот эти функционеры, которых он ставил, родственников своих у власти, потом был дикий скандал, спихнули того человека, заставили его уволить этого человека, своего родственника. Где он сейчас, фиг его знает, но в любом случае он у кормушки. И очень много скандала связано с этим человеком, с этим Робертом Хаббиком. И что интересное, буквально вот вчера я читал в новостях о том, как Роберт Хаббик со своим министерством, когда он пришел к власти, тут еще получилась такая вот накладочка, когда началась Российско-Украинская война, он стал продвигать, причем очень сильно при помощи своих вот этих вот ассистентов, так, я поправлю сейчас камеру, при помощи своих ассистентов, своего министерства, планы по отключению атомных электростанций по территории Германии. Якобы они могут послужить детонатором к новой, какой-то там, третьей или четвертой мировой войне. Может быть, даже случится такая авария, как когда-то случилось это в Чернобыле. Плюс это загрязняет экологию, плюс это уничтожает атмосферу, природу и т.д. и т.д. и т.д. В общем, добились они этого всеми правдами и неправдами. У нас сейчас, по-моему, ни одна атомная станция в Германии не работает. Но, тем не менее, Германия закупает энергию, производимую атомными электростанциями во Франции. То есть, получается, что как бы в своем доме мы хотим, чтобы было чистенько, красивенько, удобненько, был чистый воздух. Но за счет других, когда другие производят дешевую электроэнергию, это хорошо. Когда мы производим дешевую электроэнергию, это плохо. Нужно тратить больше денег на закупку этой энергии у других, чтобы уметь отмывать налоги, уметь отмывать черные деньги, которые уходят на какие-то другие проекты. И вот в статье, которую я прочитал вчера, как раз хорошо писалось о том, что очень много вот этих вот ошибок, очень много специально придуманных каких-то министерством Хабика уловок было в 2022 году для того, чтобы протолкнуть, пролоббировать вот эти вот законы по отключению атомных электростанций. У нас в Баварии уже поговаривают давно о том, что вот эта вот Изар, река Изар, и там же стоит вот эта вот атомная станция у нас, она сейчас работает, по-моему, чисто вот в стендбай режиме, потому что атомную цепную реакцию остановить невозможно. Это знает любой человек, изучавший в школе физику. Остановить эту, как ее, блин, цепную реакцию невозможно. Произойдет атомный взрыв. Она работает в стендбай режиме, ее хотят запустить, потому что сумасшедший рост цен, рост инфляции в стране приводит далее к рецессии и к экономическому краху нашей экономики. То, что вот этот вот гражданин Хабик утверждает, что за время его правления вот этим министерством экономики и окружающей среды стало жить лучше, стало жить веселее, ну, могут это подтвердить разве что только вот эти вот люди, которые находятся рядом с ним у этой кормушки. Потому что нормальный человек, допустим, я или кто-то другой, или тот же самый вот, ну, не знаю, сосед какой-нибудь, да, он прекрасно понимает, что, елки-палки, за эти прошедшие два года цены на электричество поднялись, ну, почти в два раза. Вот я вчера получил письмо, у нас каждый год производится во втором квартале перерасчет за электроэнергию. Обычно у нас до 22-го года я всегда получал письмо, и там мне вот эти вот конторы, которые снабжают нас электричеством, водой, писали, что они должны, при проведении перерасчета, они взяли у нас больше, чем положено, и они возвращали нам, когда 150 евро, когда сотню евро, но возвращали. А вот уже, считай, третий год подряд, потому что 22-й, 23-й, вот сейчас 24-й идет. Вот получается, что я уже должен, потому что вот пришло письмо, и я в этом письме прочел, что я обязан доплатить 93 евро. Вот такая вот у нас сейчас ситуация с вот этими вот, блин, ценами на электроэнергию и так далее. Так вот этот вот месье Хаббек, он утверждает, что никто его правильно понять не может. Он старается всеми силами сделать так, чтобы экономика страны была на высшем уровне. И тем не менее, с его стороны, с его министерства, у нас практически, ну, нет никакого просвета для нормального экономического развития страны. За эти несколько лет, сколько зеленые у власти, в стране закрылось очень много крупных предприятий. Очень много крупных предприятий. Они объявили инсольвенц. То есть, здесь, в Германии, они больше работать не будут. Закрываются цеха, закрываются заводы, фабрики. Что происходит с этими предприятиями? Они уезжают за границу. Вот на примере, скажем так, одной конторы Айлис. Очень хорошая контора. Она занимается, это концерн, производством чая, производством кофе. Кофе у них, скажем так, если брать по шкале от 1 до 10, между шестеркой и семеркой. А вот чай у них, если брать же опять по этой шкале от 1 до 10, чай у них стоит между 9 и 10. Потому что, действительно, натуральные продукты используются при производстве этого чая. Если вы, к примеру, чтобы вы знали, о чем я говорю, помните вот эту вот аптечную ромашку? В аптеках, когда мы покупали коробочки для того, чтобы делать отвар ромашки, там, раны смазывать и так далее. Так вот, точно такая же целая ромашка. Целые головки ромашки находятся вот в этих вот пакетиках чая. Не вот эта вот труха, которая мы покупаем, как его, Тейкана или еще какая-то там фигня. Или Месмер вот есть такая вот контора чайная. Там действительно труха. Отходы производства. Здесь же настоящие чистые головки ромашки. Аптечные ромашки. И запах просто ароматный, обалдеть. Это чтобы вы знали, к примеру, вот чем занимается вот эта вот фирма, которая закрылась здесь на территории Германии. Но мы и дальше будем получать продукцию этой фирмы. Потому что она, закрыв здесь все свое производство, из-за очень умной политики господина Хабика и его министерства экономики, уходит за границу. Естественно, за границей будут производить это дешевле, потому что цены там идут в эквиваленте не в евро, а в их местные деньги. Почему-то все люди привыклись переводить евро на какие-то другие деньги. Допустим, о, монгольских тугриков, это ж офигеть как много. А при чем тут монгольские тугрики к этим евро? В Монголии же еврами не пользуются, так? В Монголии пользуются, допустим, своими тугриками. Где-нибудь в Англии своими фунтами-стирлингами. Почему нужно приравнивать все время вот это вот евро и говорить, что вот они получают мало, а если бы они получали в евро, они бы получали много. Так пусть они живут на европейской территории, вот в евросообществе, и тогда они будут получать соответствующую сумму. Но вот эта вот фирма, она уходит за границу, и она будет работать там. Естественно, производство чая и кофе будет на таком же высоком уровне, как и было ранее, просто цены, себестоимость производства будет намного ниже. Здесь же все это будет продаваться намного дороже. Намного дороже тех цен, которые были приняты, допустим, до начала этого года. Потому что, ну, пока растаможка, пока одно другое и так далее, они все равно не останутся в накладе. И вот за счет вот таких вот некомпетентных политиков, как Хаббек и его сумасшедшая вот эта вот команда зеленых вот этих вот правителей, за счет таких некомпетентных людей рушится вся экономика страны. Кто-то может сказать, да нифига подобного, вон же говорили по новостям, что мы уже давным-давно вышли из этой рецессии, все хорошо. Да ничего хорошего. Тот же самый Маск уже пронюхал момент, что, елки-палки, немцы, блин, не настолько глупые немцы, какими он их считал вначале, построив здесь свой завод по производству вот этих вот электрокаров. Он закрывает цеха со своими вот этими электрокарами. Так, давай-ка мы сейчас переедем на эту сторону, потому что машинков тут много. Он закрывает несколько цехов в своем вот этом вот Тесловом заводе, увольняя 3000 человек с производства. Для чего это делается? Для того, чтобы хоть как-то поднять окупаемость своих вот этих вот машин, для того, чтобы производство там полностью автоматизированное, много людей там не надо, поэтому люди, даже те, которые голосовали за то, чтобы завод этот открылся, вынуждены теперь искать себе новые места, новую работу. Вот вам, пожалуйста, Илон Маск не настолько глупый человек, один из самых богатейших людей Земли, но им тоже, он понимает, что немецкое правительство, увы, некомпетентно в своей власти и в тех своих, в выполнении своих обязанностей, которые возложили на них избиратели, скажем так. И вот этот вот хабик, когда они выступают, допустим, на своих вот этих вот партийных днях, как это называется, портай так, да, он кричит, что благодаря зеленым в Германии стало жить лучше, благодаря зеленым, благодаря... Теперь, внимание, абсурд! Благодаря зеленым в Германии весной расцветает намного больше деревьев, чем это было при прошедшей власти. Вы понимаете, вы вообще можете понять абсурдность вот этих вот высказываний? Все, которые собираются там в этих залах, слушают, они хлопают овации, скандируют, молодцы, молодцы, зеленые, вперед, зеленые, вперед. И сейчас вот эти вот зеленые пытаются просунуться в Европарламент. Там есть несколько партий зеленых. Но я хотел бы сейчас просто вот обратиться именно к тем людям, которые считают, здесь живя на территории Германии, наши русскоязычные... Ребята, вот сейчас у нас в этом году будет проходить огромный вот этот выбор в Европарламент. У меня к вам просьба, пожалуйста, отнеситесь действительно очень серьезно к этим выборам. Это не то, что вы думаете, а, фигня, Европарламент, это чушь. Нет, ребята, это не чушь. Все, что квакнут в Европарламенте, все, что примут в Европарламенте, обязаны страны Евросоюза внедрять у себя. То есть там будут сидеть те люди, от которых будет зависеть наше дальнейшее развитие, наша дальнейшая судьба. Если в этот Европарламент всунутся своим большинством вот эти вот зеленые, блин, некомпетентные, скажем так, лягушатники, то действительно наш пенсионный ценз возрастет до 72 лет. А вы можете представить себе, что такое выйти на пенсию в 72 года? Вы можете себе... Хорошо, если, к примеру, вы, допустим, где-то работаете в каком-то офисе, сидите, бумажки перекладываете, то можно и до 75 лет просидеть. Это пофиг. А вот представьте себе медсестру, которая работает в больнице или в поликлинике, да, и она должна, к примеру, взять у человека кровь на анализ из вены. А медсестре 71 или 70 лет, да? И вот у нее руки уже трясутся у этой медсестры, блин. Как вы думаете, доверюсь ли я, допустим, чтобы такая вот медсестра с трясущимися руками сделала мне вот укол или проткнула вену, чтобы взять кровь на анализ? Вряд ли. И если мы, ребята, сейчас отнесемся халатно к вот этим вот выборам в Европарламент, мы потом всю жизнь будем, блин, корить себя за то, что мы сделали. Нельзя допустить, чтобы к власти в Европарламенте, в большинстве своем, пришли вот эти вот некомпетентные зеленые люди. Я не агитирую конкретно за какие-то партии. Я говорю по делам, как в Библии, по делам их судить будут их. Они ничего не сделали. Они занимаются только истеричной полемикой. Это даже, скажем так, политическими дискуссиями, диспутами не назовешь то, что делают зеленые. Они постоянно кричат о том, что они умные, они самые классные, благодаря им страна развивается. Ребятушки, да что же вы творите? Вот давайте посмотрим. Ладно, сейчас мы оставим этого хабика, потому что это человек, который когда-то написал книгу для детей. Не знаю, почему он написал книгу для детей, ее никто не покупал. У этого человека нет высшего образования, он в политике вообще не пришей, сказал бы я, к вагине рукав. Вот, это так, мягко выражаясь. Он выучился, он всего-навсего у него образование ПТУшное. Он отучился 3,5 года на слесаря. 3,5 года он учился на вот этого слесаря или там, или электрика. Все. У него нет никакого образования. Он даже разговаривать нормально не может. Он не может нормально управлять своей разговорной речью. Если его задают какие-то вопросы, он несет какую-то чушь. На одной встрече, вот показывали на одном из государственных каналов, на одной встрече с избирателями хабик что-то там вякнул, и один молодой парень сказал, это вот тот хабик, простите, а что это вот такое, что сейчас сказали? Парень говорит, это вот так, и так, и так, и так. А ну да, конечно же, конечно. И тогда этот парень просто взбесился и сказал, говорит, господин министр, говорит, скажите, говорит, неужели вам кажется, что это правильно, что мы вас избрали для того, чтобы мы вам объясняли ваши обязанности? Хабик сидел как в говно опущенный. Вот извините. Вот извините за выражение. Он не знал, что ответить. А это действительно так. Это действительно так. Когда человека избирают во власть, то ему доверяют, считают, что он знает, он компетентен в этой власти, он компетентен в тех вопросах, которые и возлагаются на его плечи для решения. Но он же вообще глупый человек. Так вот, давайте по зеленым сейчас. Быстро так, вкратце пройдемся. Клаудия Рот. Никакого высшего образования. Никакого образования вообще. Она домохозяйка. Но она уже 25 лет, если не больше, находится в партии зеленых. Одна из ее речей при встрече, чуть не сказала русско-турецких, немецко-турецких вот этих вот политиков, ей задали вопрос, как вы относитесь к тому, что Турция продает оружие в третьи страны? Как вы относитесь к тому, что Турция поддерживает различные войны на Ближнем Востоке? Она сказала буквально следующее. О, я люблю войну, я люблю Турцию. Это хорошая страна. То есть она сказала открыто, она любит войну. Значит, что эта женщина, поддерживая развитие военно-промышленного комплекса, поддерживая продажи оружия, тоже имеет какой-то провизион с этого. Вот, пожалуйста, вот это Клаудия Рот. Потом дали это, вы знаете, особенно вот этот, как его называют, помесь панцер, блин, да? Все, кто живут в Германии, поняли, о ком я говорю. Наша, блин, Рикардо Мамонтланг. Это вообще девушка, блин, женщина, блин, которая на передаче с журналистом по имени Маркус Ланц, когда он ей сказал, вы понимаете, что если сейчас вот эти протесты колхозников дойдут до своего пика, они перестанут производить картошку. Вы понимаете, что, говорит, в стране наступит хаос, нам нечего будет есть? Рикардо Ланг ответила... Ребята, сейчас вы ржетесь, блин. Рикардо Ланг ответила буквально следующее. А мне похрену на картошку. Я ем помесь. Это, это вот, знаете, вот это вот... Давайте на этой ноте мы закончим вот эту вот фигню, потому что, блин, ну дальше разговаривать, ну не имеет смысла. Это говорит о том, что, ребята, насколько некомпетентные люди находятся у нас в немецкой политике. Понимаете? Ладно, ладно. Всем удачи, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова